Ержан Максим на конкурсе боролся с представителями 18 стран. Он исполнил музыкальную композицию на двух языках, казахском и английском. Песня под названием «Арманнан Халма», что в переводе звучит как «Призыв», «Не оставляй мечту». Министр культуры Казахстана Раим Колова впервые после завершения детского Евровидения поздравила казахстанского исполнителя Ержана Максима, который занял на конкурсе почетное второе место. В награду за участие в престижном международном конкурсе Ержану Максиму вручили памятный сувенир – монумент Казахеля в миниатюре. На исход конкурса напрямую могли повлиять и казахстанцы, при условии, если будут активно болеть за своего певца. По итогам голосования жюри Ержан Максим занял первое место. Однако благодаря зрительскому голосованию Виктории Габор из Польши удалось обогнать казахстанского певца. Да, без различия, там отправляешь, всем говоришь, отправляешь, вот давайте голосовать. Один говорит, ой, что там мой голос решит, там, ну, всего такой, просто негативно относится. Это тоже есть такой фактор. А по хабару всегда, в каждых новостях все говорилось, что вот, Ержан Максим, болеем, давайте голосовать. И просто бывает такой небольшой игнор. Все профессионалы, жюри, они дали высокие баллы. И минус в том, что мы не додали свои голоса. Вот видите, но это наша проблема, это наша проблема, мы должны ее сами решать. Потому что у нас любят посмотреть какие-то приколы, посмеяться чисто, а что в стране творится всем, грубо говоря. Юно-казахстанский певец Ержан Максим полагает, что доволен своим выступлением на детском Евровидении. И не жалеет о занятом втором месте. Но был один курьез, со смехом вспоминает он. Конкурс «Таминоклама» наушник «Симой Лада». Наушник оказался большой и никак не держался у меня на ухе. Пришлось приклеить скотчем. Напомним, Ержан Максим прославился после участия в шоу «Голос дети» на российском телевидении, итоги которого были пересмотрены после скандала с массированной автоматизированной отправкой СМС. Многие были уверены, что победит именно мальчик из казахстанского города Уральска Ержан Максим. После этого российский Первый канал аннулировал результаты шоу. Боуржан Шейхмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро ТДК-42.